Всем привет! Позвольте представить вам модель бинокля от Салаватского оптико-механического завода БПЦ4-12х40. Это коробочный вариант, 1987 модельный год. Давайте рассмотрим комплектацию прибора и поговорим о его характеристиках и оптических свойствах. Соответственно, поставлялся в розничную сеть бинокль вот в такой достаточно красочной коробке. И, соответственно, здесь указывается, что прибор бинокль призменный, центральная фокусировка. Естественно, это БПЦ модель, как видно уже из названия. Также с торца коробки здесь указано, что тента поставки, техно-интор и стана-изготовитель СССР. Снимаем крышку и, соответственно, здесь еще есть картонная проставка. Извлекаем сам прибор в футляре. Кроме того, здесь интересна достаточно такая особенность. Пакет силикогеля находится также в коробке, который поглощает влагу. И на пакете нанесена надпись тоже латиница «Не употреблять пищу силикогель». Видите, достаточно интересный артефакт такой. Так, коробка прочная, картонная, двухслойная. И благодаря этой коробке прибор практически сохранился в первозданном виде. Так, открываем футляр, извлекаем сам прибор. Довольно-таки тесный футляр, но, тем не менее, бинокль извлекается из него легко, непринужденно. Синим бархатом изнутри футляра бит. Ложементов нет, соответственно, можно вставлять бинокль как объективами вниз, так и окулярами вниз. Помимо прочего, здесь имеются также два светофитра желтых, завернутых в пергаменте. То есть, все сохранилось в первозданном виде, своего рода это капсула времени. Также на футляре имеется дата производства. Она вот здесь вот на крышке, как правило, указывается. И здесь 18 марта 1987 года печать стоит. То есть, футляр тоже выпущен в том же году, что и бинокль в 87-мом. Так, переходим к самому прибору. Имеются передние крышки объективов пластиковые, но без символики завода-изготовителя. На зомзах там была маркировка, соответственно, салават себе такую роскошь позволить не мог. И крышки обычные, без маркировки, пластиковые. Сидят плотно, не сваливаются, что уже очень даже неплохо. Светофильтры желтые, тарельчатого типа. И внешне действительно напоминает тарелки, глубокие такие. И устанавливаются вот таким вот образом прямо в наглазнике. Сам бинокль достаточно компактный. Удобно сидит в руках. То есть, призменные блоки, так называемые, бочки у него. Небольшого диаметра. Оклейка кожаная, рельефная. Поэтому удобно держать в руках. Бинокль не скользит. Отличная эргономика у него. И, соответственно, небольшой вес, всего 790 грамм. Если сравнивать с тем же казанским прибором, тоже на 12 крат. БПЦ 2.12 на 45. То вес у того 850 грамм. То есть, этот салаватский бинокль на 60 грамм полегче. Межзрачковое расстояние регулируется достаточно легко. Но, тем не менее, есть небольшое сопротивление повышенное. Это недостаток всех салаватских приборов. Маркировка тут, опять же, классическая. Значок завода-изготовителя. БПЦ биноклик призменной с центральной фокусировкой. Четвертая модификация этой модели. 12 это кратность. 40 диаметра объективов миллиметра. И, соответственно, тенда. Тенда это означает экспортный вариант. По линии техинторга поставлялась модель. И страна-изготовитель СССР. Вот такая вот маркировка. На декоративной крышке центральной оси. Серийный номер традиционно указывается. И 87. Первые две цифры. Они нам подсказывают год выпуска модели. Чем еще характерно отличие экспортной модели от той, что поставлялась на внутренние рыбы. Это, естественно, наличие кожаного ремня. У модели для внутреннего рынка шейный ремень шел здесь нейлоновый. Тонкий и достаточно такой бюджетный. Здесь же натуральный кожаный ремень. Ремешок толстый, плотный и прочный. Удобный в использовании. Натуральная кожа. Здесь заклепочки. Опять же, скобки съемные для крепления ремня. То есть, на версиях 88 года уже появились металлические проушины литые. Здесь же съемные скобки металлические. Это тоже отличительная особенность ранних моделей салаватских. Наличие вот таких вот скобок крепления. Торцевые крышки здесь металлические. Не пластик. Как на ранних моделях салаватских приборов. Но на этой модели 12 на 40. По-моему, тут изначально шли металлические. Пластиковых не было. Это у 7-кратников там пластиковые. И у 10-кратников здесь уже изначально металл шло. Что повышает прочность и надежность прибора. Центральная фокусировка. Барабан центральной фокусировки. Обрезиненный маховичок. И традиционно диоптрийная коррекция правок окуляра имеется. Диапазон коррекции плюс-минус 3 диоптрии. На самом деле ход значительно больше. То есть 5 или даже возможно 7 диоптрии плюс-минус. Но тем не менее номинально указывается плюс-минус 3. Объективы диаметром 40 мм. Колпаки объективов здесь металлические. Что также очень удобно. Просветление многослойное. Просветление темно-фиолетовый цвет имеет. Как объективов, так и окуляров. Линейное поле зрения у этой модели составляет 105 метров над птичью. Угловое 6 градусов. Если сравнивать опять же с казанской моделью. То у казанской модели BPC 2.12 на 45 эти показатели меньше. Линейное поле зрения у казанской модели составляет 93 метра. А угловое 5,4 градуса. Остальные характеристики примерно похожи. Удаление выходного зречка 12 мм. У этой модели у саловатской и у казанской аналогично. Далее. Разрешение опять же здесь будет повыше. Здесь разрешение по центру 4,5 угловых секунд. У казанской модели ровно 4. Вес, как говорилось ранее, у этой модели поменьше. 790 грамм. У казанской 850. Диаметр выходного зречка 3,3 мм. И объективы у казанской модели чуть побольше диаметром. На 5 мм. Там 45, здесь 40. И соответственно коэффициент светропропускания у казанской модели тоже будет чуть побольше. У этой модели он составляет 11,1 единица. А у казанской 14. В целом, для такой кратности, светосилы бинокля имеют достаточно неплохую. 12 крат это все-таки не 7 и не 8. Да, и диаметр выходного зречка 3,3 мм. Относительно небольшой. Но тем не менее, картинка при наблюдении яркая. Пригодная для ведения наблюдений не только в светлое время суток, но и в сумерки, и в темное время суток. При ночных наблюдениях достаточно комфортно остается. Отличное поле зрения у бинокля. Единственное, здесь использованы резиновые наглазники. Глубокие. Поэтому, так как они достаточно заметно срезают реальное поле зрения, то рекомендую использовать их вот в таком вот виде. Мы подгибаем юбочку наглазника вовнутрь, вернее наружу. Левого и правого наглазничка. И, соответственно, вот в таком вот виде их используем. Наглазники здесь литые, из качественной резины, поэтому они не порвутся, не сломаются. Тут ничего. И стоит переживать о том, что их подогнули. И, соответственно, вот в таком вот виде. Использовать во время хранения, либо переноски, можно разгибать их обратно, чтобы резина не доставилась. А вот когда нужна качественная картинка и широкое поле, вот в таком вот виде их используем и ведем наблюдение. Достаточно комфортное поле зрения получаем. Заметно более широкое, чем в стандартном исполнении наглазников. И, соответственно, более реалистичное восприятие изображения вот в таком вот положении наглазников мы получаем. То, что касается общего впечатления о качестве изображения прибора, то оно исключительно замечательное. Здесь стекло призма использовано и объективов марки БАК-4. Поэтому великолепное разрешение у прибора. Это отличная резкость, детализация, проработка мелких деталей. По резкости прибор очень и очень хорош. К тому же это экспортный вариант тента. Соответственно, здесь более качественно отшлифованные призмы. Более, естественно, точная и кропотливая сборка прибора произведена. То есть нет никаких люфтов, зазоров. Все отлично работает. Единственное, от времени подсохла смазка. А так великолепная настройка и юстировка прибора произведена в заводских условиях специалистами завода-изготовителей. И по финалу мы имеем великолепное качественное изображение. Широкое поле заведения, опять же, повторюсь, 105 метров на тысячу. Для такой кратности это очень хороший показатель. Достаточно яркую картинку, которая пригодна даже при ведении наблюдения в условиях с пониженной освещенностью. Прибор практически не желтит, в отличие от многих других советских приборов того времени, конца 80-х годов производства. Есть, есть немножко смещение цветопередачи в теплые тона, но она на уровне нюансов. И если вы пользователь неускушенный, то это смещение вы практически не заметите. То есть можно признать, что цветопередача у этого прибора нейтральная. И естественные цветовые оттенки имеет. Присутствуют небольшие хроматические аберрации на контрастных объектах. Ну, этому подвержена вся оптика и допустимо по ГОСТ, естественно, это. И заметная дисторсия. Ну, заметная в пределах, опять же, допусков соответствующих ГОСТ. Дисторсия бочкообразная такая. В целом, оптическим качеством прибора можно поставить твердую пятерку. Великолепная картинка у прибора, резкая. Обычно у саловатов качество изображения, у саловатских приборов плавает. Но тут вот у этого экспортного варианта, блестяще собранного, из качественных комплектующих, картинка отличная. По качеству изображения, она, опять же, если сравнить с казанским прибором BPC-12 на 45, она ему ничем не уступает. Единственное, чуть-чуть немножко светосилий, там все-таки диаметр объективов чуть побольше, и светосилий немножко он проигрывает. А вот по то, что касается резкости, она абсолютно такая же, замечательно. Казанские приборы славят своей резкостью, и саловатский прибор в этом исполнении ему ничуть не уступает. Плюс, опять же, поле зрения более широкое, что также добавляет комфорта при наблюдении. Поэтому, если вы цените широкое поле зрения комфортное, и к тому же вас интересует цветопередача нейтральная, то настоятельно рекомендую вот этот прибор найти, вот эти версии 87-88 и более поздних лет выпуска, и приобрести вот такой замечательный прибор. Саловатский оптико-механический завод производился на Саловатском оптико-механическом заводе в 1987 году. Из недостатков отмечу, единственное, достаточно глубокие наглазники, но опять же, если их подгибать таким вот образом, то они поле зрения практически резать не будут. Подводя итог этому обзору, можно сказать, что в 1987 году Саловатский оптико-механический завод производил великолепные наблюдательные оптические приборы, в том числе и модель на 12-40 BPC-4, которая пользовалась большим спросом не только на внутреннем рынке, но и поставлялась на экспорт. Вот такую вот экспортную версию мы сегодня рассмотрели в нашем обзоре и убедились, что прибор действительно был стоящий и достойный экспортных рынков и, соответственно, пользовался заслуженной славой у иностранных покупателей. Вот такая вот замечательная модель от Саловатского оптико-механического завода БПЦ-4-12 на 40 побывала сегодня на нашем обзоре.